Девушки отдыхают Я не перестаю быть добрым Только на Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня на прямой связи по скайпу с нашей студией Российский ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт Господин Эйсмонт, здравствуйте Здравствуйте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните, задавайте свои вопросы Также пишите по WhatsApp 230-6191 Тем, кто планирует звонить нам из-за рубежа Напомню, что код Латвии Плюс 371 Ну и говорить мы сегодня будем о космосе О Вселенной, о черных дырах Вот как раз черные дыры То, что занимает ум и ученых На протяжении уже многих лет Недавно, относительно недавно была сделана фотография Черные дыры до этого Наши представления о черных дырах Базировались на таких косвенных уликах Вот на ваш взгляд Как далеко мы продвинулись в исследовании черных дыр? Насколько это изученное явление сегодня ученых? Ну, продвинулись очень далеко Я помню, это не так давно было Ну, примерно лет 25 назад Не все в эту теорию еще верили То есть были не то, что вот такие общепринятые представления об этом А вообще полный разнобой Сейчас это вот мы фактически чуть ли не своими глазами видим Увидели черную дыру Ну, конечно, мы ее не увидели Потому что ее увидеть невозможно Но явление, которое сопутствует присутствию черной дыры Мы можем увидеть И что это? Это то, что вызывает черная дыра Вот своим присутствием просто Это поглощение материи, которая находится вокруг И искажение направления фотонов Вот так скажем То есть все, что излучает И если это излучение проходит где-то там вблизи от черной дыры То она искривляет эти лучи И таким образом, что мы видим, во-первых, то, что на самом деле находится вовсе не там Где это соответствует представлениям, получаемым по принятому излучению А что самое, ну, такое поражающее Направление движения фотонов может так измениться, что вообще до нас эти фотоны не дойдут И тогда вот появляется такое впечатление, что вот это пустое место пространства То есть это действительно черная окрестность черной дыры Понимаете? И поэтому вот тот самый снимок Что это был за снимок? Это снимок некого пространства во Вселенной Откуда не идет излучение Но на самом деле оно, конечно, шло Но черная дыра настолько мощная Вот в этом случае была Что она все это излучение повернула в обратную сторону То есть образовалась некая область Наблюдаемой части Вселенной Откуда не приходит никакого излучения То есть вот действительно такое представление, что вот она черная дыра Ну, говорилось, что это фотография Это действительно фотография Но это, конечно, синтезированная фотография Это было очень много различных измерений И в различных диапазонах Которые все объединили и получили вот такую синтезированную фотографию Не то, что набили фотоаппарат или один телескоп на это место И вот там, пожалуйста, такая фотография То есть нельзя говорить о том, что это именно фотография черной дыры В том представлении, в котором мы обычно подразумевали фотографию Да, это синтезированная фотография То есть из кусочков это собрали вместе Это было сильно непросто Потому что измерение, ну, сотни тысяч, так скажем И все это как-то скоординировать Как-то найти способ обработать Это тоже была сверхзадача И она была решена И в конечном итоге, если бы мы имели соответствующее зрение Мы бы вот это и увидели Но у нас такого зрения нет Потому что мы видим только в одном видимом диапазоне Но даже в видимом диапазоне трудно было это все увидеть То есть это излучение, которое мы получаем в разных цветах, так скажем В том числе в цветах, которые мы не видим Но здесь удалось преобразовать вот эти разные цвета То, что мы видим Ну, так же, как, скажем, рентгеновские фотографии Вообще говоря, мы уже не видим рентгеновских лучей Но преобразование их в видимый диапазон Позволяет нам увидеть то, что мы увидели бы Обладаем мы рентгеновским зрением Рентгеновские излучения здесь очень важно Вот я как раз сейчас воспользуюсь случаем И скажу, что вот в это время, когда мы с вами беседуем В солнечно-земную точку либрации Л2 Летит, ну, российский аппарат Спектр рентгенгамма Он уже пролетел там больше половины пути До точки, до области назначения И его задача будет как раз вот Одна из задач Изучать черные дыры Потому что этот аппарат снабжен рентгеновскими телескопами Один германский, второй российский В чуть разных диапазонах это будет фиксироваться И результаты вот этих измерений будут Передаваться на наземные станции Уже передаются, правда, пока не измерения А только служебные какие-то параметры Но вот не так долго осталось ждать Когда будет это измерение действительно Рентгеновского излучения во Вселенной На ваш взгляд, чем интересны сегодня ученым черные дыры Поскольку, ну, мы знаем о внешней оболочке Горизонт событий и так далее Но очень мало знаем о том, что внутри Потому что оттуда никто никогда не может вернуться В общем-то, ни одно вещество Тот, кто туда попадает, уходит навсегда Вот, на ваш взгляд, мы можем заглянуть вовнутрь все-таки? Мы, нет, вовнутрь, конечно, мы не можем заглянуть Но мы можем судить о том, что происходит внутри По тому, что происходит на границе вот этой черной дыры То есть, каким образом ускоряется материя Прежде чем она попадает за горизонт событий Вот именно это и будем наблюдать И поэтому будем судить и о составе материи И о ее таких параметрах, как скорости Распределение энергии и так далее То есть, это будет в значительной мере Ну, большим шагом вперед В нашем понимании устройства Вселенной в целом Потому что есть же вопросы, на которые Не получены ответы Или, во всяком случае, те ответы, которые предлагаются Они не устраивают научное сообщество Ну, я сразу скажу, что, скажем Темная материя и темная энергия Что это такое? Здесь, на самом деле, единства взглядов до сих пор не наблюдается То есть, есть люди, которые сомневаются в существовании Вот той же темной материи Предлагают другие гипотезы Но пока что большинство, представляющее научное сообщество Все-таки согласно с этими теориями О существовании и темной энергии, и темной материи Тем не менее, там есть, можно сказать, некие лакуны Которые нужно заполнить Ну, лакуны, я имею в виду противоречия То есть, здесь приходится все-таки давать дополнительное объяснение С тем, чтобы вот такого, что ли, несогласия в научном сообществе Каким-то образом, ну, по крайней мере, не то что к нулю свести Но сократить его, что ли, нынешние масштабы Которые, конечно, научное же сообщество и не устраивает Вот, и одна из задач изучения черных дыр Ну, событий в окрестностях черных дыр Все-таки, либо подтвердить, либо прояснить Либо, во всяком случае, улучшить наше представление о том Что же такое это черная материя и темная энергия Темная материя, темная энергия То, что это объясняет многие явления Это, в общем, на самом деле, понятно на пальцах Вот, скажем, темная материя Это можно увидеть просто невооруженным взглядом Невооруженным глазом, глядя на небо Дело в том, что, наблюдая, скажем, нашу галактику Мы видим вращение этой галактики И вращение этой галактики сильно противоречит тому Что мы наблюдаем в нашей Солнечной системе В нашей Солнечной системе что мы наблюдаем? Что чем дальше планеты от центра протяжения Солнца Да, тем медленнее планеты движутся Да, а что мы наблюдаем, когда мы получаем измерение Движения составляющих нашей галактики Млечного пути Мы видим, что этот Млечный путь вращается как диск Как твердый диск То есть, чем дальше, тем быстрее То есть, с точностью до наоборот Это странное явление, оно объясняется довольно просто Такое вращение возможно только в том случае Если где-то в центре В центре Млечного пути Или на каких-то расстояниях Находится невидимая Но притягивающая материя Темная материя Вот понять, что же это такое темная материя Поможет изучение черных дыр Потому что черная дыра Что такое черная дыра Это ядро, как сейчас понимают Ядро галактики Да? Ну и центр, и да Галактики И масса вот этого центра Она Смерть массивные черные дыры Масса может достигать миллиарда масс Солнца Представляете, да? То есть, там некие явления Которые сильно за пределами наших Ну, так скажем, линейных представлений И чтобы как-то понять К чему же это приводит К таким, ну, что ли, бытовым представлениям О том, как это устроено Вот нужно изучать Вот то, что происходит в окрестности Есть некие новые гипотезы Касающиеся вот наших представлений об этом И эти гипотезы Можно проверять только дополнительными экспериментами Дополнительные эксперименты какие? Вот, например, те, что сейчас Начнутся С участием нашего аппарата Спектрогенгама Где Значительная часть наблюдения Она как раз относится к Сверхмассивным черным дырам На самом деле их очень много Их много Их миллионы И отнаблюдать все это Это серьезная задача Отнаблюдать систематически С тем, что можно было сравнивать Понимать, что вот в одном месте вот так А в другом вот Какие-то отличия имеются Чем они вызваны? Да, у нас сейчас звонок Радиослушатель на линии Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса Да Я как профан У меня вот представление о черной дыре Как какой-то водоворот Омут в реке И туда засасывается вода А вот куда девается все, что засасывается в эту черную дыру? У нее дно есть или что? Или она какая-то бесконечная? Спасибо Спасибо Ну так вопрос о белых дырах Да? Это тот вопрос, который задают себе ученые На него нет ответа Нет ответа Потому что гипотезы, которые каким-то образом это объяснят Они противоречивы Внутренне противоречивы Это то, что непонятно И то, что ученые хотят понять То есть куда все это девается То есть есть разные представления Что вот будет какая-то там реинкарнация Что ли, этой материи Где-то там в другой вселенной Такие тоже есть представления Они не то, что представления профанов Это вполне серьезные ученые Какие-то предлагают гипотезы Но любая гипотеза Она может быть И правильной, и неправильной Но прежде всего Каким требованием должна Отличаться вот гипотеза Удовлетворять она Каким требованием должна Внутренней непротиворечивости К сожалению, таких гипотез пока не предложено Серьезные исследователи Во всех этих новых теориях Находят внутреннее противоречие И это препятствует тому Чтобы эти вот новые гипотезы Были приняты всем научным сообществом То есть это заставляет Главным образом Придумывать и ставить новые эксперименты Которые бы позволили построить Непротиворечивую гипотезу Вот в этом задача На ваш взгляд, когда ученые говорят Об искривлении пространства и времени Подразумевая, что черная дыра Это, возможно, такая машина времени Потому что погрузившись туда Можно очнуться где-то в другом времени И в другом, видимо, измерении Вот на ваш взгляд, насколько это обоснованные разговоры Что воспринимают черную дыру Как такую своего рода машину времени Ну, вы знаете, здесь для того, чтобы Вот такое восприятие каким-то образом Принималось Вот за основу Ну, дальнейших каких-то теорий Да, развития дальнейших теорий Предлагаются гипотезы Ну, здесь тоже В общем, не все с этим согласны Скажем, кротовых дыр Да, ну, кротовых ходов Да, в другую вселенную Да, где вот и время как-то не так пойдет И что касается вот этих кротовых нор Да, то здесь, в общем, на самом деле Довольно значительная часть Наших теоретиков С этим соглашается Как вот с тем, что уже доказано Ну, вот, видите, не все Не все Не хватает экспериментальных данных Для того, чтобы здесь было достигнуто Полное согласие Да, то есть Здесь приходится Ну, предлагать Новые инструменты Для того, чтобы Вот эти неясности Каким-то образом Все-таки Уложить в общую теорию Этого пока не получается Но это стимулирует Дальнейшие работы Вопрос от Эрвина Нашего радиослушателя Он его задает в Фейсбуке Как вы относитесь К теории, выдвинутой Хокингом О том, что черные дыры Не имеют вечного горизонта события Только временный Кажущийся горизонт Что в строгом смысле Только горизонт событий Считается черной дырой А самой дыры Не существует Ну, вы знаете Это вот Один из примеров Тех вариантов Теории Которые все-таки Ну, почти с порога Отвергаются Остальной Научной Остальной части Научного сообщества То есть Вы знаете Некоторые Некоторые гипотезы Они с самого начала Выглядят как-то Ну, конечно Интересно Да То есть Это привлекает Внимание Но Здесь С самого начала Вот просто Не вдаваясь В дальнейшие подробности Вот такого рода Предложения Выглядят Ну, как-то Более близкими К фантастике Чем К Следствию Реальной Обработки Тех измерений Которые Вот в настоящее время Имеется И сопоставление С другими теориями То есть Это Ну, кажется Не слишком Надежная гипотеза Вот так Если сразу И двумя словами Постараться Это Либо опровергнуть Либо согласиться Это опровергается Еще вопрос От Эрвина Который он также Сдает в фейсбуке Что такое Информационный парадокс Обусловленный Излучением Хокинга Согласно которому Испарение Черной дыры Несовместимо С квантовой теорией Известной нам Каким образом Устранить эту несогласованность И состоит ли решение В том Чтобы излучение Что излучение Хокинга Должно каким-то образом Содержать информацию На горизонте Черной дыры Зачитал как есть Да, да Но это Видите Уже Зачитать довольно трудно То есть Здесь Это Такого рода Описание Вот Реальности Они Конечно Сразу Утопают Ну В вербальных Трудностях Восприятия Такого рода Высказываний И Дело в том Что когда говорят О информационных Особенностях Ну Неких физических Явлений То это Скажу откровенно Сразу вызывает Подозрения Да Так что Всякие Академии информационных Технологий И так далее Это все Выглядит С порога Сомнительно Да То есть Вместо Вместо того Чтобы Простым языком Рассказать Быть может О сложных Событиях Здесь Как раз Тот случай Когда О понятных Событиях Говорят Столь сложным Языком Что Это Затрудняет Понятие Не Наоборот Не Упрощает Понимание Понимание Вот Событий Да Есть К сожалению Такие люди Которые За потоком Слов Пытаются Скрыть В общем На самом деле Неясности В объяснении Какого-то Явления Да И вот Те Кто Занимается Так называемым Информационным Технологичем Они Достойны Вполне Но К сожалению За этим Часто Прячутся Люди Которые На самом деле Не понимают Существа Дела Сейчас Мы сделаем Небольшой Перерыв Буквально На несколько Минут Мы прервемся Чтобы Вернуться И продолжить Наш разговор Напомню Что Гостем Программы Абонент Доступен Сегодня Является Ведущий Научный Сотрудник Института Мы продолжаем Эта программа Абонент Доступен В студии Работает Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня С нами На прямой Связи Ведущий Научный Сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук Натан Эйсмот Говорим Мы сегодня О космосе О черных Дырах И о вселенной Здравствуйте Еще раз Здравствуйте И у нас Есть звонок С него И начнем Эту часть Программы Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Владимир Да Владимир Все интересно В связи с этим Есть вопрос Задавайте Сколько я понимаю Из школьной программы Нам случили Что гравитация Связана со временем С явлением времени Так Ну вы Меня конечно Ваш кость поправит Вот Ну мне интересно Еще одно Правда ли Что чем ближе к земле Тем Время течет По другому Чем если бы Скажем Измеритель времени Находился бы Ну хотя бы На расстоянии Допустим Ну 200 километров От земли Все таки Подтверждается Это или нет Спасибо большое Да На МКС Время течет По другому Чем на земле По другому По другому Но здесь Заметить разницу Это слишком близко Да Для того чтобы Заметить разницу Но Вот с этой С этим вопросом Связана Проблема Ну Просто Существование Гравитационных волн Существуют они Или Не существуют Ну вот Буквально До последнего Времени Здесь были Споры Да Но Совсем недавно Ну как недавно Ну Год Два Назад Все таки Экспериментально Были Обнаружены Эти Гравитационные волны Да А это означает Вот что Есть разница Да Во времени Где-то Скажем На земле Ну или На альфа Центавра Да Можно ближе Взять То есть Это просто Экспериментально Было подтверждено Да И за это Даже Вот в том числе У нас в стране Участники Получили Ну соответствующее Вознаграждение Ну просто Вот В частности Если говорить О нашей стране То Один из участников Который был Отмечен Государственной премией Вот за Работу В этой области Это Сюняев Рашид Олеевич И В мире Тоже это Так сказать Было Отмечено Как Ну такое Существенное Продвижение Вообще Не просто Физики А вообще В нашем понимании Вселенной Да То есть Это Да Действительно Так Это подтверждается То есть Зависит от того Какого Уровня Гравитации Как она Постоянно Или как-то Меняется Да Вот Это Такая Зависимость Существует 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефоны Прямого эфира Звоните Задавайте Свои вопросы Говорим мы Сегодня о космосе О Вселенной У нас На прямой связи По скайпу Ведущий Научный сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук Натан Эйсмант Ну а Времени Мы вот Изучая Вселенную Далеко Продвинулись В изучение Времени Потому что Ну есть Фильм Интерстеллар Который Конечно не относится К научным Произведениям Но его Консультировали Специалисты По теории Относительности Достаточно Серьезно Сценаристы Подошли К этому Делу И там Как раз Показано Как человек Может оказаться Далеко От земли И вернуться Молодым Ну в представлении Земных Жителей То есть Вернувшись Через Для него Пройдет Несколько Часов Для жителей Земли Пройдет Несколько Десятилетий Но вот Это Ведь Реальность Это Лучше Доказано Или нет Нет Это Доказанная Реальность То есть Нет А да Доказанная Реальность И более того Предлагаются Такие Предлагались Путешествия К не очень Далеким Звездам Путешествия Не человека А путешествия Вот Автомата И Здесь ведь Какая Проблема Если Объект К которому Мы летим Находится Там На В расстоянии Световые Годы Да То Каким образом Реализовать Это Так Чтобы Ну Хотя бы Получить Информацию Да Можно это Или нет И Вот Такой Проект Был Предложен Предложен Нашим Сотечественникам Мильнер Его фамилия Насколько я помню Он выпускник Физического Факультета МГУ Этот человек Разбогател И Предложил Довольно Большие деньги За по крайней мере Подготовку Концепции Полета К Альфа Центавра Вот Если туда Лететь Так сказать Ориентируясь На Наше Представление О том Как идет Время То в общем Никогда Не вернемся Но если учесть Вот эти эффекты То получалось Что можно туда Долететь Буквально Там За За 20 лет Это быстро Но правда Средства Для этого полета Они немножко Такие Трудные Для исполнения Я говорю Немножко Они просто Наверное Вряд ли Могут Реализованы Предлагалось Создать Рой Из Космических Аппаратов Которые Связаны Друг с другом И которые Снабжены Такими Маленькими Ну Солнечными Парусами Но здесь Не солнце На эти Парусы Должно Было Воздействовать А должно Было Воздействовать Лазерное Излучение Земли Нужно Было Объединить Электрические Мощности Чуть ли Не всей Земли Преобразовать Это в лазерный Луч И вот С помощью Этого Лазерного Луча Вот этот Рой Ускорить С тем Чтобы Все составляющие Этого Роя Ну такие Маленькие Космические Аппараты Там Несколько Грамм Каждой Отправились Вот туда К Альфа-Центавры Тогда значит Вот они туда Долетят За 20 лет И более того Смогут Отправить Результаты Каких-то Своих Измерений Да Но При более Пристальном Изучении Этого проекта Выяснились Такие Серьезные Трудности Но сама По себе Идея Была настолько Интересная Что Скажем В этом Проекте Участвовал Ныне покойный Хокинг Да Ну и другие Известные Ученые Там наверное Их набралось Ну наверное Несколько Десятков Такие Ученые С мировым Именем К сожалению Вот Было показано Что это Ну по техническим Причинам Все таки Нереализуемо По видему Но сама Идея Очень интересная В том числе И своей Технической части Может быть Для этого Полета Это Ну не может Быть Это не получилось Но для других Каких-то полетов Со сходной Технологией Может быть И получится То есть Это вот Такой Интересный Что ли Проект Который Которым Конечно же Учитывается Вот Течение Времени В зависимости От того С какой скоростью Мы летим И куда мы летим Здесь интересно Ведь Что мы Сегодня Ограничены Скоростью Света Потому что Ничего быстрее Нет Скорость Передачи Информации Ограничена 300 тысячами Км в секунду А это Для космоса Для Вселенной Ничто Практически За разумное Время Для того Чтобы Выполнить Вот этот Эксперимент Еще Сванок У нас Здравствуйте Как вас зовут Еще раз Владимир Не могу Оторваться От разговора Я вот Хотел спросить Более Приземленный Вопрос Вот Я Мне Получилось Быть В Дубне В Уя И Я Там Как раз В самом коллайдере Там По поводу Миссии Всемирного банка Я там Был Присутствовал И этот коллайдер Выключили Провели Нас по нему Все было Интересно И вот Поскольку Это международная Программа Там У Я И Я Вы наверное Понимаете О чем я говорю Насколько Вот эти Кооперации Российских Ученых Сейчас Они ухудшились Из-за политики Или там Ничего с этим Не произошло И насколько Российская наука В том С той сфере Которой вы Занимаетесь Находится В каком статусе В какой точке Координат Как вы оцениваете Спасибо Да Спасибо Владимир Вот К счастью Я должен К счастью В этой области Все эти санкции И вообще Ухудшение Политических отношений Как-то Не Слава Богу Не очень Проявились А может быть И вовсе Не проявились Я могу вам Привести Такие примеры Которые Ну все знают Вот скажем МКС летает МКС управляется Одновременно Из Королева И из Соединенных Штатов Америки Из Хансфилла В том числе И Эти команды Команды Работают В общем Как одна команда В центре Управления Они же Связаны Современные Средства Связи Такие Что Люди Которые Сотрудничают Здесь Сотрудничают Не просто так А просто Выдают команды Они как будто В соседних Комнатах Находятся Никаких Между ними Противоречий Никаких Трудностей Не возникает С стороны Администрации С стороны Политиков Наоборот Здесь И с той С другой Стороны Зеленая Улица Это Один Из примеров Я могу Совсем Недавний Пример Близок Ко мне Сейчас Привести Вот Этот аппарат Который Сейчас Летит В окрестность Точки Либрации Л2 Значит Этот аппарат Создан В сотрудничестве Значит Российской Промышленности Академии Наук Да Вот С российской С стороны Это По имени Лавочкина Здесь Участвует Германия Да Общество Макса Планка Да И здесь Вот это Как-то Все тоже Особенно Не подчеркивают Но это Так Участвуют Американцы Вот И причем Это делалось Вот этот Аппарат Был Взял Очень Трудные В политическом Плане Времена Да И никаких Препятствий Конечно Ни с нашей Стороны Ни с американской Не было А там Очень важная Часть Один из телескопов Это русский телескоп Он сделан На самом деле Ну Зеркалаево Так Если уж точно Говорит Сделан В Соединенных Штатах Америки Это такие Чувствительные Технологии Но никаких Препятствий Здесь не возникло То есть Все Шло Ну Совершенно Гладко Ну конечно Организационные Трудности Как они В любом Сложном Деле Есть Но С точки Зрения Каких-то Препятствий Со стороны Вот Тех Кто занимается Политикой Или Тех Кто влияет Не было Здесь Абсолютно Все гладко Шло Вот Если говорить О сотрудничестве С европейцами Ну вот Сейчас Летает Экзомарс Спутник Марса Да Который Совместно Сделан Запущен Европейским Космическим Агентством Роскосмосом Ну и Академией Наум Успешно Работает Вот уже там Сколько Два года Почти Да И Через год Будет запущен Аппарат Который Отправится На поверхность Марса Это Экзомарс Посадочный И тоже Здесь Никаких Препятствий То есть Все идет Так как будто бы Политическая ситуация Вовсе не изменилась Ну конечно Может быть какие-то Мелкие трудности Возникают Но они В любом случае Всегда возникают Но с точки Зрения Вот влияния Политики На эту деятельность Это практически Не наблюдается То есть Здесь Вот тоже С той С другой стороны Зеленая улица Это что означает С моей точки зрения Что люди От которых Зависит все это Они все-таки Достаточно Влиятельные Для того Чтобы Останавливать Политиков В их Радикализме В отношениях Между странами То есть Они Представят Достаточно Влиятельную Группу населения И слава богу То есть Космос Территория Свободы Космос Территория Безграничная Наверное Свобода Это как раз К вопросу О бесконечности Вселенной Потому что На этот вопрос Тоже Как я понимаю У ученых Нет Стопроцентного Ответа Что известно В данный момент И какие теории Ну Являются Наиболее Скажем так Востребованными Сегодня В плане Того Насколько бесконечна Или конечно Наша Вселенная Ну Здесь Вы знаете Здесь все таки Такой Единой Точки Зрения Нет Тем более Что Вот Если раньше Мы были Были близки Скажем К представлению Об ограниченности Вселенной Ну Почему Потому что Вот скажем Совсем недавно Читалось Что Вселенная Да Она расширяется Но По мере Удаления Ну скажем От центра Да Если центра Такой Есть Вот это Расширение Как-то С меньшей Скоростью Идет Да Вот Ну Почему Потому что Гравитация Вроде должна Возвращать Все обратно В ту точку Из которой Началась Вселенная Точка Большого взрыва Бинг-бэнк Да Вот это Было Практически Общепринято Но Последние Это Экспериментальные Данные Это не то Что придумали Тереотики То есть Это подтверждается Наблюдением Измерениями Оказалось Что От такого Предполагаемого Центра Да Наоборот Расширяется С большей Скоростью Да И вот Именно В этот момент Была Введена Эта теория И темные Энергии Да Вот Темная энергия Она вроде как Способствует К ускорению Вот этого Расширения Каким образом Это совместить С представлением Об ограниченности Вселенной Или оборот Не ограниченности Это Та задача Которую Пытаются решить Но которая Нужно признаться Нет Не решена Не решена Даже на уровне Быть может Каких-то Ну Диких Гипотез То есть Гипотезы Должны быть Слишком Дикими Для того Чтобы Все это Объяснить Да А есть В общем Такой Принцип Да Все что Кажется Ну Не поддается Простым Объяснениям Скорее всего И неверно Да То есть Как говорил Как говорил А видимо Это Эти слова Все-таки Приписывают Эйнштейна И он Это говорил Что природа Сложна Но не злонамеренно Вот То есть Что-то Все-таки Все эти трудности Они связаны С недостатком Понимания Вот таких Истинных Коренных Причин Да То есть Простое Должно быть Объяснение Тогда оно Скорее всего Правильное У нас Звонок Только что Был сорвался Я напомню Телефон Прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Здравствуйте Как вас зовут У меня вопрос Такой Глеб Меня зовут Так Глеб Здавайте А как нам Наши китайские Братья поживают Потому что Насколько Вот С моей Непросвещенной Дилетантской По МКС Продолжается До тех пор Потому что США Зависит критически От российских Технологий А вот Китайцы У них там Своё вообще Направление У них есть Фундаментальные Какие-то Прорывы В их науке У наход Они запустили Свой То есть Что-то там Слух какие-то Про космическую станцию Они Совершенно Отдельно От вас Или Все-таки Вы кооперируете С ними И в международном Плане И в контексте По линии Россия-Китая Вот Расскажите Пожалуйста Да Спасибо Китайский Вслед Да Да С Китаем Конечно же Мы Ну то есть Российская Академия Наук И Роскосмос Конечно же Кооперируются Кооперируются По-видимому Все-таки Недостаточно Для того Чтобы использовать Все возможности Поэтому Кооперация Это расширяется Я могу вам Привести Примеры Такие Совсем Недавние Вот Было подписано Соглашение О создании Такой Общей базы Космических данных Это очень важная вещь Да Важная Важность Этого направления Она как раз Подтверждается Вот Недавней Фотографией Черной дыры То есть Некоторые вещи Можно получить Только в такой Тесной кооперации И здесь Важную роль Играет такая Общая база данных То есть База данных Доступная Всем участникам То есть Есть некие Правила пользования Есть некие алгоритмы Которые позволяют Научным сотрудникам Разных стран Совместно работать Вот значит Вот это Кроме того Что касается Ну скажем Планетных Исследований У нас Был общий Проект С китайцами Это проект К сожалению Он не удался Там По разным причинам Но там Вот непосредственно Своим аппаратом Участвовали Китайцы Фобос Грунт Там Среди Модулей Которые Должны были Быть доставлены К Марсу Был и такой Очень важный Китайский аппарат Которые Просто должны были Туда до Марса Довести Ну вот это не получилось Но есть проекты Где Китайское участие Ну планируется Да И вот задача Вот не просто Поддерживать Нынешний уровень Отношений В этой области С китайцами Но и В той мере В какой это Достижимо Сейчас это Расширять И здесь Вот То что Тоже здесь Последнее время Достигло Уровня Некого Соглашения Это Участие Китайских Станций Приема Информации Передачи Команд Дело в том Что у России При всей ее Большой территории Все-таки Не хватает Места Откуда Удобно И можно Управлять Космическими Аппаратами Ну и соответственно Принимать информацию Вот за счет Возможности Китая Такие Такие Операции Вот Могут быть Более Эффективными Или в некоторых Случах Только с участием Китайцев Это можно будет Делать То есть здесь Сотрудничество Продолжается Развивается И В этом Заинтересованы И китайцы И Россияне Да То есть Россия тоже В этом Заинтересована А если Говорить о Корнях Вот вообще Этой Отрасли Китайской Экономики То я Должен Здесь напомнить Что практически Ну не знаю Сколько там Процентов Ну значительная Часть специалистов Китайских Да Они были Подготовлены Ну в свое время В СССР А дальше в России То есть С некоторыми Из них до сих пор Можно говорить По-русски Вот То есть Это Замечательно По-моему Вопрос От Виталия Ватсап Он нам прислал Спрашивает У вас Какие планеты Имеют расплавленное Ядро Такое же Как на нашей Как в нашей Точнее Ну вот Совершенно Точно Сразу Здесь можно Ответить У Венеры Да Такое По-видимому Ядро Там правда Есть всякие Вопросы Касающиеся Ядра И вообще Как устроена Венера Поэтому вот Сейчас Готовится Проект По исследованию Венеры Новый проект Кстати говоря С американцами И по инициативе Американцев Тоже здесь Никаких препятствий Со стороны Американской Администрации С нашей Тоже Этот проект Не сегодня Будет Но в обозримом Будущем И здесь Работа уже Несколько лет Ведется Успешно Вот Ну кроме Венеры Какие еще Здесь можно Назвать Планеты Где Надежно Такое Расплавленное Ядро Ну здесь Трудно Сказать Точно И его По-видимому Нет У Меркурия Скорее всего Нет И у Марса Ну вот Я одну планету Вам назвал Венеру Страна багровых туч Как ее назвали Стругацкий звонок У нас Здравствуйте Как вас зовут Ой Я вас замучил Да задавайте вопрос Владимир Спросите уже Да Вот В этой квантовой механике Насколько я понимаю Есть там Частицы Которые Независимо от расстояния Одинаково Себя ведут Где бы они ни были Квантовая запутанность Это называется Да Квантовая запутанность Да Вот Немножко Скажите Более подробно Для нас Дилетанты Спасибо большое Спасибо Ну вы знаете Я признаюсь Что в этой области Я тоже себя чувствую Дилетантом Хотя вот как-то так Об этом слышал Читал Но это Такая непростая И Наиболее Так сказать Передовая область Где В общем Нельзя сказать Что все Совершенно Ясно Но зато Это порождает Довольно много вопросов И эти вопросы Конечно же Не для такого Быстрого Ответа Который Ну Прояснит эту ситуацию Во всяком случае Для меня там Тоже много Неясного Так что я здесь К сожалению Не в состоянии Вам помочь Настолько Чтобы вот эта проблема Так полностью Прояснилась Это запутанная проблема Я думаю Что мы сделаем эфир Посвященный Квантовой запутанности Мы как раз Думали о том Что следует Посвятить квантам Отдельную программу Так что Владимир Мы наверняка Сделаем в ближайшее время Эфир Со специалистами По этой теме Я напомню Что сегодня у нас На прямой связи Ведущий научный Сотрудник Института космических Исследований Российской академии наук Натан Эйсман И вот вопрос От Николая Опять мы Возвращаемся К теме времени Опять или снова Николай пишет И я прочитаю Мои мысли Насчет времени Такие Что если времени В космосе и нет А это только Наше изобретение То есть мы сами Придумали что время есть Хотя как мы знаем Секунда Это 9 миллиардов Колебаний атома И в общем то Все тоже доказано Но тем не менее Ну вы знаете То что На самом деле Все Все понятия Которые введены Для того чтобы Как-то воспринимать Вселенную Конечно же Они придуманы Придуманы так Чтобы удобно было Ну как-то Обмениваться информацией Понимать И во всяком случае Что-то такое делать Что подтверждается Откликом со стороны Ну природы Со стороны вселенной Да Здесь мне Как-то Хочется вспомнить Некий рассказ Станислава Лема И даже наверное Это не просто рассказ А наверное целая серия Рассказов По-моему это серия Касающаяся Приключений пилота Пиркса Ну я здесь Могу чуть спутать Суммы технологий Есть такая книжка У Лема И там вот Такая идея Выдвигается Что на самом деле Физические законы Они Не являются Физическими А они являются Юридическими Законами Некой цивилизации Которая Над нашей цивилизацией Которая Быть может Создала Весь этот мир Ну это так сказать Соотношение Придуманного И реального Ну вот Это конечно считаю Что все эти Наши представления О времени И так далее Это в общем Ну отражение Реально существующей Природы То есть и секунды И все Конечно же Это реально Существует Не просто Какой-то вымесел И даже Не юридический Закон Отличие Юридических Законов От физических Что подразумевалось В этих Произведениях Лема Юридически Мы можем Менять А физически Нет Не можем И вот Конечно С этим Нужно Согласиться И Сводить С физически И юридически Можно только Предположить Да Действительно Существует Некая Сверхцивилизация Ну это уже Мне кажется Слишком Атанемерич Сейчас мы спросим Звукорежиссера Можем ли мы Принять еще один звонок Нет К сожалению Уже не успеваем Нужно Нам заканчивать Нашу программу К сожалению Время Наши программы Подошло к концу Очень быстро Спасибо вам большое Что нашли Время И вышли В наш прямой эфир Ведущий Научный сотрудник Института Космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман Был гостем Программы Абонент доступен Спасибо Всего доброго И до свидания Спасибо До свидания